Девушки отдыхают И что особенно приятно Наша программа не будет прерываться рекламой Потому что деньги нас не интересуют Ну Что? Видите ли Немного рекламы все-таки будет Ну я надеюсь не грузило? Нет, нет, что вы Брелки Требуйте в магазинах новые брелки Которые придадут вашим карманам Приятную иллюзию наполненности Ну и ну Нашу программу открывает игра Которая называется Shadows of the Empire Эта игра снова возвращает нас к событиям Показанным в знаменитом фильме Star Wars Несомненно его создатели Посмотрев Санта-Барбару Теперь кусают себе локти Вспоминая как они поспешили Убить лорда Вейдера И правителя империи зла Буквально в третьей серии Да, это было время Когда сюжеты не так экономили Как сейчас Представляете, сколько игр могли бы Выжить американцы из какого-нибудь Отечественного кинофильма Например, из белого солнца пустыни Можно сделать РПГ Трехмерную стрелялку Симулятор баркаса И интерактивный тир Из 17 мгновений весны Получились бы неплохой квест И РПГ в стиле ретро-фьючер Из кинофильма Деревья умирают стоя Вышла бы прекрасная стратегия Ну и так далее Так вот Приключения героев фильма Звездные войны Как раз получили продолжение В многочисленных компьютерных играх К их числу относится и Тень империи По жанру Это, скорее всего, аркада Хотя некоторые части игры Представляют из себя Настоящий 3D-шутер Или стрелялку от первого лица Известно, что тема Звездных войн Надежно защищена Законом об авторских правах Вот, кстати, мало кто помнит Что план Звездных войн Знаменитая рейгановская Стратегическая оборонная инициатива Не была осуществлена Именно по той причине Что все права на такие мероприятия Давным-давно принадлежали Джорджу Лукасу Интересно, не возникнут ли у американцев Проблемы с возможной компанией Гром в пустыне Дело в том, что предыдущее военное упражнение американцев Буря в той же пустыне Послужило отправной точкой Для нескольких десятков компьютерных игр Одних только авиасимуляторов Найдется с десяток А ну, если какой-нибудь ловкий производитель Уже застолбил торговую марку Гром в пустыне В игре тщательно воспроизводится Атмосфера фильма и облик персонажей А также всякая техника Надо признать, что все выглядит очень красиво Особенно, если вы располагаете мощным компьютером Эта игра подойдет в первую очередь тем людям Которые не прочь посидеть перед компьютером Полчаса перед сном Но вовсе не намерены навсегда переселяться В виртуальный мир Как это со многими происходит Ну, я надеюсь, что с рекламой покончено Не совсем Что, грузило? Да нет Всего лишь бабочки Требуйте в магазинах Прекрасную коллекцию насекомых Которая создаст иллюзию уюта В вашем доме или арендуемом углу Ну, зачем вам это? Ну, мне... Нам пообещали Хорошо Ну, а у нас на очереди игра Которая является продолжением знаменитого Миста Она называется Райвин Начнем издалека В конце 93-го года На компьютерном рынке появилась игра Мист К настоящему моменту Мист разошелся тиражом около 5 миллионов копий Согласитесь, для квеста такая популярность не совсем обычна К чему мы все это говорим? К тому, что создатели игры решили еще раз прокатиться на гребне волны успеха И выпустили второй Мист под названием Райвин Сюжет игры на первый взгляд незатейлив Вы, главный герой, отправляетесь на некий остров Ваша задача найти и освободить супругу Атруса Изобретателя из Миста Но это, так сказать, просто сюжетная канва То есть повод начать игру Сама же игра представляет из себя набор так называемых пазлов То есть логических задач и головоломок Сразу предупреждаем Начинающим квестовикам за Райвин не стоит и садиться По уровню сложности эта игра ориентирована на опытных поклонников жанра Технически Райвин выполнен безукоризненно Игра света и теней абсолютно достоверна А вода смотрится как настоящая Движения персонажа и окружающих его механизмов Нарисованы и озвучены в соответствии с законами физики То есть старый механизм сначала скрипит, а потом начинает открываться Так что мы рекомендуем эту игру школьным учителям физики В качестве наглядного пособия по разделам оптика и кинематика Поверьте нам, педагоги На ваши уроки ученики будут записываться за два месяца вперед И писать номера на ладони Ну а теперь пришло время поговорить о новой оригинальной игре стратегического жанра Погоди Что опять? Да Но не грузило Грузило Если идти ко дну, то только вместе с нами Требуйте во всех магазинах набор грузил от винта Нет, ну я все понимаю Ну чтоб грузило Ну так получилось Ну мы с вами побеседуем после программы Итак, нашу передачу продолжает новая стратегия Которая называется Тон Ребеллион Героями этой странной игры являются существа, которые по-английски называются флоутерс Перевести название этого вида можно как поплавки Средой обитания поплавков являются острова, наполненные водой Которые вращаются в мировом космосе Я бы классифицировал поплавков как разумных гигантских моллюсков Вроде гигантского мегатойтиса Их легенды рассказывают о том времени Когда моллюски жили в полной гармонии с природой И вели вполне животное существование Однако в один прекрасный день они обнаружили среди себя существ Которых назвали новыми поплавками Те научили моллюсков изготавливать инструменты Строить машины Так зародились основы цивилизации поплавков Быстрая эволюция, как водится, привела к опустошительной войне Жанр этой игры определить довольно трудно Скорее всего, это стратегия в реальном времени Но какая-то нетипичная В начале игры вам доступен небольшой фрагмент подводного мира И 10 рабочих поплавков Постепенно вы будете расширять свое владение И выводить новые породы поплавков Например, воинов и магов Через некоторое время вы обнаружите ворота между мирами Которые позволят вам проникнуть на соседний космический остров Там вы обнаружите новых жутких врагов Нам кажется, что тон Ребелиан Должен вызвать интерес у публики Хотя бы из-за своей очевидной оригинальности Ну вот и все на сегодня Наша программа закончена Гейм оба До встречи